всем привет меня зовут владимир мельников я снимаю видео для свой канал на ю тубе в частности про слесарное дело сегодняшняя тема опиливание так что такое опиливание в целом опиливание это операция по удалению с поверхности заготовки слой металла при помощи напильника цель которой является придание заготовки заданной формы и размеров а также обеспечение заданной шероховатости то есть проще говоря вот вам дана заготовка дан чертеж и вы должны по чертежу сделать данные заготовку вот вы сделали основную часть работы и вам нужно подогнать размеры то есть чтобы у вас было ровные углы там линии и так далее чтобы не было таких вот скажем так город неровности и так далее с помощью напильника вы делаете чтобы все ровненько и аккуратненько собственно инструменты при опиливании основным рабочим инструментом при опиливании является напильник рашпиль надфиль напильник представляет собой стальной брусок на рабочей поверхности которой имеются насечки образующие зубья напильника по виду насечек различают напильники на одинарные и двойные пересеченные и расшпиленные насечки то есть рашпиль на а слова рашпиль то есть проще говоря вот сам простейший напильник это стану брусок к нему крепится ручка и вот на бруске есть насечки много-много-много таких насечек вот так вот есть с одной стороны просто насечки да а есть скажем так перекрестные насечки которые идут в перекрестие к основным их называют двойные или те же перекрестные насечки также есть еще насечки боковые вот они исполняют всю ту же функцию что те что другие разница между тем другим то что чем больше насечек то есть вот двойные тем лучше потому что вы будете выполнять работу быстрее чем одинарные то же самое относится к тем напильником которая имеет боковые насечки вот например вы опиливаете заготовку вот по горизонтали да и вот вам еще нужно сделать по вертикали то есть вы пилите в основном по горизонтали опиливаете вот и попутно с помощью боковой насечки вы можете еще опиливать и вертикальную то и что я хочу сказать просто вам будет удобнее работать это ускоряет вашу работу и все вот собственно как выглядит напильники рашпиль надфили ну как вы догадались напильник расположен слева самый такой простейший который имеет на данном изображении две насечки рашпиль расположен посередине и надфили соответственно справа во первых какая между ними разница вы спросите во первых это размеры вот вы видите напильник напильник он больше чем надфили выполняет функцию все то же самое просто тут разница в габаритах какая разница между напильником и рашпилем на первый взгляд габариты одни те же но уже сам брусок другой то есть вы уже видите то что тут не насечки а тем более не перекрестие а уже как зерна тут зерно такие имеет шиповатый вид вот выполняет функцию ту же самую то есть он такой вы знаете более грубый рашпиль напильники классифицируется по числу насечек на шесть классов то есть вообще имеется шесть видов напильников и первый из них для грубого черного опиливания применяют дрочевые напильники и сразу хочу внести ясность дрочевые это цензурное слово техническое и научные поэтому это нематерное слово прошу это не путать и вот собственно как выглядит дрочевые напильники какая разница между вот напильники да и какие они индивидуально особенности имеют то что дрочевые они хорошо хороши тем то что и вот хорошо начинать эти доводочные работы то есть черновые они снимают очень много точнее опиливают очень много чем какой-либо другой напильник вот собственно какая разница между этими шестью напильниками второй из них это для выполнения чистовой обработки называется личные напильники ну второй самый такой простейший не такой агрессивный как предыдущий напильник он хорош тем то что им уже вот именно работаешь такую основную часть делаешь работ то есть вот опиливаешь смотришь подгоняешь туда-сюда размеры вот то есть такой рабочий также имеются две насечки на данном изображении ну есть боковые ну собственно о чем я рассказывал на предыдущем слайде для подконочных отделочных и доводочных работ применяют бархатный напильник то есть вот в ужасную часть работы сделали попиливаем да и вот бархатным именно хорошо доделать работу чтобы вот все последние штрихи были по форме он такой же как и предыдущий напильник но имеет ряд особенностей также может быть одинарные насечки двойные боковые но разница между этим и предыдущим то что шаг между первой насечкой второй такой более учащенный их больше на бархатном напильнике вот и все также по форме поперечного сечения бруска напильники бывают плоские о чем я собственно вам показывал на предыдущих слайде и говорил также квадратные трехгранные ромбические как изображено собственно на данном изображении по сути они выполняют всю ту же функцию просто имеют фигурный вид то есть есть трехугольные ромба амбический вид также там четырехугольные круглые и много других все зависит от вида работ к которым они нужны ну подведем в целом что такое пиливанием опиливание это скажем в основном такая доводочная работа или даже доводочные или наоборот начинающая работа с материалом в основном используют с листовым с листовым железом конечно с другими могут но такой очень часто встречается с листовыми материалами с листовой сталью и мод очень хорошо выравнивать неровность то есть вот вы отрубили лист размер которого вам нужен и вы видите то что там есть какие-то заусенцы неровности да и вот на пилька очень хорошо это неровности исправлять ну это все было как своими словами но на этом все всем спасибо не забывайте подписываться на мой канал ставьте палец вверх пишите комментарии и пожалуйста поставьте колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео также я прошу вас добавляться ко мне в различные соцсети я буду лично этому очень рад ну а на этом все всем спасибо и до новых встреч